Богине Льюиф Шлиц, большое спасибо моего чтения. Собственно, смотрим ролик. Если ты, ну, типа, нотную, короче, неправильную ноту сыграл в классике, либо в джазе. Ну, в целом, уже понятно, какая будет шутка, но, конечно, посмотрим, давайте глянем. Челы тут очень хорошо играют вообще. Тут базара нет. Я даже не понял ни хрена. Ну, типа, ну, хрень и хрень, ладно. Это все равно музыка прям очень унылая, конкретно вот это то, что он играет, само произведение. То есть он очень круто исполняет, это, ну, типа, ни хера себе, типа, двуручный тейпинг и так далее. То есть это вообще балдежно. Само, сами ноты этого, как бы, этой мелодии, ну, это унылые какие-то гаммы, какой-то коричневый этюд. И, типа, нахрен это никому не надо, вот кроме, как вот он здесь показал, вот таких вот унылых дурачков в каких-то пиджачках. Причем не потому, что это какие-то, не знаю, там, богатые ценители, а потому, что это просто додики, которые думают, что они как-то приближаются к аристократии от того, что слушают классическую музыку, по сути, отребьев. В основном, в основном, не всегда, конечно. Причем он, скорее всего, умеет это правильно делать, и он, типа, умудряется еще специально неправильно делать. Это довольно круто все равно. То есть чел мега хорош. Типа, ты был выбран, типа, ты был избранным, Чарльз, ты должен был приносить баланс, как бы, в музыку. Не отправлять это в тьму. А что ты говоришь вообще? Просто пару нот положу, ну, замолчи. Типа, твои ошибки привели к тому, что, ну, короче, все, короче, вселенная схлопнулась. Ну, типа, поняли, короче, смысл, в принципе. Падло переводить. Ты сделал те интервалы, которые нельзя вообще даже называть никогда. Это вот он, как бы... Челики, вы понимаете, что он, в принципе, очень добрыми, вежливыми словами говорит буквально то же самое, о чем и я. То есть здесь он это в контексте шуточной такой, как бы, пародии, но он, по сути, говорит о том, что вот реально классические музыканты настолько фрики, что вот у них тритоны, типа, это вот вообще то, что даже называть нельзя. Интервал дьявола! У-у-у-у, я шиз, я учился в консерватории, у меня образование, типа. Это без шуток, они реально такие, типа. Я же даже не преувеличиваю. Я играл с такими музыкантами, я учился в... Короче, учился. Я несколько месяцев отходил, сейчас вам скажу. Музыкальная школа при Мерзляковской консерватории. Я учился на контрабасе там играть. Я знаю, о чем я говорю. Чуваки, это реально фрики прям лютые, страшные вообще, ужас. Они, типа, тритонов там... То есть это... Погуглите, интервал дьявола, я не знаю, я даже сейчас проверю ради прикола. Интервал дьявола. Они реально так называют там тритон. Да, вот, все, ты загуглил, и выдается тритон. И, типа, они это... Ну, кто-то, допустим, говорит, что ну вот так он назывался в Средневековье. А некоторые вот буквально так к нему и относятся, что это вообще нельзя, это ужасно, дисграммония там. Параллельные квинты, то есть то, на чем строится вся рок-музыка, они называют пауэр-аккорды параллельными квинтами. Или параллельными там квартами, я не знаю, еще чем-то. Это то, что... Ну, может быть, кварты я хозе, но про квинты я точно слышал. Параллельные квинты — это запрещенный ход. Типа, я там что-то сыграл на пианино. Какой-то такую штуку. Это параллельные квинты, разве так можно сочинять музыку? Без шуток. Не называй название Тритона, не смей. Как ты посмеял, типа, это сделать? Теперь этот умер, типа, от, там, не знаю, просто, нисварения прямой кишки, там, в глаз себе просто. Твоя... Его кровь на твоих руках. Это ты виноват. Ты его убил. Я не думал, что, типа, если от того, что я пару нот слажаю, вы тут все обосретесь. Не... Типа, у тебя все, у тебя никогда не будет друзей. Ты бесполезный... Бесполезная просто трата места. Типа, что-то такое. То есть, как бы вы поняли. Без шуток. Вот примерно так и выглядят обычно диалоги с классическими музыкантами. И вот так они там относятся просто к какому-то вообще... Ну... Вообще, еще раз. То есть, когда мне человек говорит, у меня образование, я шарю. Я понимаю, что просто, ну, все. Ясно. Можно сразу комментарии удалять, дальше не читать. Образование, это значит, что... Это, скорее всего, если у человека в музыке есть образование, в России, ну, то есть, российское... А даже там. Это же не россиянин, как бы мы смотрим. Скорее всего, если у человека классическое музыкальное образование, и он пытается что-то талдычить за современную музыку, за рок, там, за поп, за рэп, скорее всего, это не то, что не значит, что он лучше тебя разбирается. Это значит, что это полный дегенерат вообще абсолютно бездарный. Лучше которого разбирается басист, с которой полгода просто поиграл ракешник там с нормальными пацанами. Без шуток, я вам клянусь, это так. Ох, как у меня горит. Типа, ты ничего не достигнешь в жизни никогда, будешь просыпаться каждое утро, мечтая, чтобы ты был кем-нибудь другим. Вот, ну, это... Понятно, что это доведение до абсурда и преувеличения, но это, типа, недалеко от правды. Вот они вот так вот реально относятся к этому всему. Ты умрешь грустным, одиноким, и никто не будет, типа... Никого не будет на твоих охранах. Ух. Немножко далеко зашел в конце. Почему джаз? Поверь мне. В джазе будет отлично. Наоборот, чувакам скучно, когда он играет обычную хрень. И теперь... Да, там, наоборот, работает. Они любят плохие ноты. Ну, опять же, это преувеличение, это ирония. Ну, по сути, да. Ну, я сейчас перевел, потому что мне просто не впадло это было сделать. В целом, в среднем, мне иногда неохота этим заниматься. Я врубаю субитры, чтобы человек мог почитать, там, или что-то такое. Но надо сделать прям опцию, типа, синхронный перевод за отдельный донат, не знаю. Ну, типа, не прям синхронный, но в целом такой. То есть, если я на слух, конечно, я это хрен сделаю, но по субтитрам-то вообще, по сути, это очень сильно облегчает даже синхронный перевод. Что-то говно сыграл в конце. Круть просто потрясающе. Ну, типа... Вот я, конечно, по-своему воспринял этот ролик. То есть, он имел в виду, ну, может быть, не совсем то, что я из него заметил, и то, что я здесь услышал. Но, типа, то есть, играешь унылую душню, в которой при этом, если ты хоть чуть-чуть что-то сделал не уныло, то тебя ненавидят просто до конца твоих дней. То есть, люди, которые профессионально учатся делать говно, причем много лет профессионально учатся делать унылое говнище. Вот что, сука, такое музыкальное образование классическое. Вообще, это... То есть, окей, если кому-то это нравится, как я уже говорил про... Вот у меня есть ролик, называется теперь в шорцах, он залит там на основном канале, про плохой музыкальный вкус. Если людям нравится, дай им бог здоровья, пусть они занимаются этим. Сука, не лезьте просто в современную музыку. То есть, вы либо реально отдельно в этом понимаете и не пытаетесь бравировать, что там какое-то образование есть. Потому что, еще раз, чаще всего это значит, что по факту человек не способен ни на что. Не всегда. Конечно, не всегда. Конечно, есть исключения. И, как бы, таким людям аплодисменты и так далее, которые действительно качественно разбираются вот и в классической музыкальной там теории, и при этом успешно, ну, типа, освоили какой-то жанр современнее, там, 50-х хотя бы годов 20-го века. Но в среднем по больницам... Что такое параллельные квинты? Ну, условно, вот у тебя есть основной тон, и ты добавляешь к нему, короче, квинту. Все, просто вот две ноты — это, соответственно, интервал, квинта, по сути. А параллельные квинты — это когда у тебя подряд идет несколько квинт. Вот типа того. Пауэр-аккорд, соответственно, это либо квинта, либо кварта любая. Ну, либо аккорд, полностью состоящий из только двух нот, которые друг к другу относятся либо как квинта, либо как кварта. То есть, например, до-соль-до-соль, или там, не знаю, соль-ре-соль-ре-соль, допустим, вот есть такой там пауэр-аккорд. Вот он может быть из двух звуков, из пяти, там, из чего угодно, но состоит он всегда, типа, только из двух нот. Ну, это как бы вся рок-музыка, она строится на пауэр-аккордах. Ну, например, кроме гранжика, где используют аккорды, по сути, открытые на дисторшне. Вот, такая история. Ну, короче... Как бы чел над этим так, можно сказать, немножко по-доброму иронизирует, а по сути-то это же вообще, это не смешно, это страшно. Это реально так. То есть, просто классические чуваки, это вот просто отдельная попу-боль моя. Спасибо большое, короче, за донат. Богиня Львившриц, мое почтение. Ну, и, собственно, погнали дальше.